Здравствуйте, уважаемые зрители портала «Свободная пресса». Сегодня в нашей открытой студии гость, политолог, директор российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко. Здравствуйте, Юрий Константинович. Добрый день. Беседую с ним я, обозреватель «Свободной прессы» Алексей Полубота. Конечно, мы не можем не начать с наиболее актуального на сегодняшний момент вопроса российско-польских отношений. Это история с полутысячей памятников, которые в Польше сейчас предназначаются под снос. На ваш взгляд, почему именно сейчас был поднят этот вопрос? И вот эта дата 22 июня, насколько эта провокация цинична, для чего она была задумана? Тут немного надо углубиться в историю, без этого не получится. Почему именно сейчас? Дело в том, что партия «Право и справедливость», которая пришла к власти полтора года назад, это такая проамериканская партия националистическая, и при этом у нее проблемы с Брюсселем. Это крайне русофобская партия. Они пришли к власти и поставили себе целью объявить Польшу, оккупированной с 1939 года по 1989. То есть переписать историю подобным образом. Это и до этого делалось. Только она, эта партия, претворяет в жизнь наиболее целеустремленную. В 1939 году оккупировали Польшу, Германию и 17 сентября того же года Советский Союз. И эта оккупация, которую советская плавно сменила немецкую, она закончилась только в 1989 году. Памятники, существующие на польской земле, они живые свидетели того, что это неправда, что история значительно сложнее. Поэтому эти памятники должны быть убраны. Их уберут, безусловно. У меня не было никаких сомнений с самого начала. Почему они сейчас? Ну вот, как бы дошли до этого за полтора года. Хотели вначале сделать как? Давить на местные власти. В основном, они стоят в небольших городах. Большинство из них стоит в западной Польше, на бывших немецких землях. Там, где люди больше помнят, средний поляк, о том, благодаря кому эти земли стали польскими. Но каждый раз возникали преграды. То местные жители не хотят, то местные власти упираются. Это каждый раз вынуждало тратить массу энергии, силы, средств властям, чтобы заставить их продавить. Таким образом, был снесен памятник Черняховскому на месте его гибели. Кстати, на тех землях, которые Польши не были, которые были только благодаря Советскому Союзу переданы Польше. Так вполне могли быть тоже там в Восточной Пруссии, Ленинградской области. Поэтому решили принять закон. И если кто-либо из местных властей или граждан это против, то это уже противозаконная деятельность. Тут уже он вступает в противоречие с законом. Закон, что-то сел через три месяца, после того, как подписал президент. Почему 22 июня? Ну это, как мне кажется, не случайно это несть за 17 сентября 1939 года. Вы-то на нас напали, а вот мы вам возвращаем долг. Ну, мы еще поговорим о том, насколько адекватно в Польше воспринимает советский период своей истории. сегодня буквально в СМИ приводят высказывание некого источника в российском МИДе. Он сказал, что ответ для Польши может быть чувствительным и асимметричным. Ранее еще председатель комитета Совета Федерации по международным делам Косачев заявил о том, что, одно из его было предложение, о том, что мы можем в ответ перестать ухаживать за польскими мемориалами, включая тот, который существует в Катыни. Вот, на ваш взгляд, чем мы можем действительно ответить, что будет наиболее чувствительно для Польши, при этом стараясь не уронить, так сказать, самодостаинство? Ну, на мой взгляд, мягко говоря, Косачев погорячился. А, это не польские мемориалы, это российские мемориалы, находящиеся на нашей земле. И Катынь, и Медная. Там были горячие голоса, там, Проханов из газеты «Завтра» предлагал вообще там снести. Вот, полный бред. Мы на это пойти не можем, не должны, и это в голове не укладывается отвечать варварством на варварство. Это категорически нет, этого не будет ответа. Какой будет ответ? Ну, искать сложно, я не сотрудник МИДа, а если бы был бы, то до того, как это будет произнесено, никто не говорит на эту тему, я буду искать предположение. Каким асимметричным, очень сложно сказать, поскольку экономически Польша от нас практически не зависит. У нас совершенно незначительный товарооборот, Польша находится в начале второй десятки наших торговых партнеров, как собственно и мы у нее. Поэтому что тут можно делать? Яблоки давно уже перестали импортировать, а то, что попадает в нашу территорию, это уже вопрос к Белоруссии, к Лукашенко, а не к полякам. Что-либо еще ограничить импорт, по ним это не ударит. нет особых вложений ни в польскую экономику, ни в российскую экономику. То есть в Польше на протяжении всех этих лет, четверти века, не пускался российский капитал, нет ни одного банка российского филиала, поэтому это будет из другой области. каким, чтобы я сделал, это безусловно отозвал посла. Отозвал посла, это очень серьезно, значительное понижение дипломатических отношений. Памятники, которые предназначены к сносу, я бы обратился к польским властям с просьбой передать их России. Если такое обращение будет, я больше чем уверен, что на него будет получен отказ. Нам эти памятники не передадут. Тогда предложить их выкупить. Тут больше вероятность успеха, но тоже вряд ли. Если удастся получить эти памятники в Россию, то я думаю, любой, каждый из губернаторов для своего региона взял бы один-два памятника. Часть поставить на Поклонной горе, а некоторые памятники не более яркие поставить рядом с польским посольством в Москве. Можно более изощренные ответы. Например, улицу Калимашкина переименовать, на которой находится польское посольство. Каким ответ будет? Он будет очень скоро. Я думаю, нам надо подождать буквально несколько дней. максимум недели. Коль уже заявлено, это будет без всякого сомнения. Я надеюсь, что в медиа сидят люди креативные, мудрые во всех отношениях. Этот ответ будет достойным. Но в любом случае он не должен касаться какого бы ни было надругательства над польским памятником. просто недостойный нас. Вот недавнее действие Минобороны, которое выложило на сайте архивные документы, в принципе, наверное, это первый раз такой масштабный какой-то ответ на фальсификацию. Естественно, тут же нас обвинили в том, что эти документы недостаточно объективны и так далее. В целом, вам кажется, стоит продолжать такую деятельность с публикацией архивных каких-то документов. То есть, это верное направление для такой борьбы с фальсификацией истории? Это верное направление во всех смыслах, без относительно конкретного случая. Но это не совсем так, что до сих пор не рассекречивали. Не рассекречивали. Совсем недавно, два года назад издан огромный том документов, рассекреченных о Варшавском восстании. О том, как Советский Союз пытался помочь. Переписка, конкретные действия. Очень интересно. Понимаете, что бы Россия не сделала, а все равно будет виновата по определению. Эти документы показывают, что польское население радостно встречало освободителей. Правда, значительно сложнее. Правда, такова, что далеко не все польское население радостно встречало. Кто-то радостно в другом регионе не очень радостно. Для этого собственно и задумывалось Варшавское восстание, чтобы перехватить власть и не допустить до того, чтобы попала Польша после войны в зону советского влияния. была армия Людова, которая поддерживала Советский Союз, была армия Краева, которая категорически выступала против, хотя на определенных этапах совместно с советскими войсками действовали. Значит, даже сложнее, чем в жизни. Ситуация и с освобождением и дальше с установлением просоветского строя, с его падением. Тут это не черно-белая история. Здесь очень много разных нюансов. Но дело в другом, что мы об этих нюансах говорим. Польские власти, я подчеркиваю, польские власти, не польский народ, они категорически настаивают на том, что вот одна оккупация сменила другую. Все. То есть ставят на одну доску. Поэтому любое упоминание, что где-то в каком-то городе объявляется ничтожным, выдуманным, фальсифицированным, неполным и так далее, и так далее, и так далее. И тут что-либо противопоставить невозможно. Они упрямо, категорически ведут свою линию. на то, что они оккупированы. При этом говоря, повторяя неоднократно, что ваши могилы мы не трогаем. И памятники, стоящие на кладбищах, не будут разрушены, ничто с ними не будет. Это опять же вкладывается в эту же теорию оккупированной Польши. То есть тут надо показать, что мы такие вот добрые, замечательные католики-христиане, мы могилы не трогаем. Кто бы нас тут не был, хоть они нас оккупировали, а мы вот такие великодушные, что мы ничего не трогаем. А действительно не будут трогать и в дальнейшем? То есть это останется, на ваш взгляд, неприкосновенным? вы понимаете, таких уже каких-то решений сверху по поводу их не будет. Но поскольку ведется абсолютно разнузданная антироссийская кампания, не антикоммунистическая, как говорят польские власти, что это декоммунизация, это не имеет ничего общего с декоммунизацией. То, что касается коммунизма, этого уже в Польше давно-давно этого нет. Это именно антироссийская истерия. И когда в журналах, газетах изо дня в день печатаются крайне русофобские материалы, ну, например, когда человек на обложке, женщина, которую там насилуют, и броски и подписи, что там столько, сотен тысяч полик было изнасиловано советскими солдатами, то, естественно, молодые люди, которые уже с промытым мозгом, они хотят каким-то боком отомстить насильникам. Де-факто их подбивают на это, их подбивают на мародерство, на кладбищах, при этом говорят, что это не наша политика, а мы к этому отношению не имеем. это так же, как было четыре года назад с нашим посольством, еще до событий на Украине, до Крыма, когда в декабре 2013 года пытались поджечь вход в посольство, демонстрация была, то же самое говорили, что это отдельные проявления. Со своей стороны должны ли мы поднимать какие-то трагические моменты в нашей совместной истории? Потому что мы ведь не акцентируем эту историю с десятками тысяч погибших красноармейцев. Почему не акцентируем? По крайней мере, это не государственная линия, что мы обвиняем Польшу. То есть государственные компании в этом отношении не ведется? Нет, в Российской военно-историческом обществе Владимир Мединский неоднократно на эту тему высказывался, говорил, обращался и как министр культуры, и как голова РИО к польским властям с просьбой, чтобы была предоставлена возможность России установить памятник на кладбище похороненном там части красноармейцев. Но каждый раз натыкался на отказ. То есть вы считаете, что делается достаточно? Не надо вести более активную жесткую политику по таким вопросам? Нет, понимаете, сейчас в Катыни в конце этого года будет открытая экспозиция, то есть уже постоянный музей будет в российской части Катынинского мемориала, где будут отражены такие сложные периоды российско-польских отношений. И один из них это как раз коснется судьбы красноармейцев. Так что все это делается. Еще понимаете, это очень достойно бежать впереди паровоза, вот вы нас, а мы вас. польские власти ждут от нас этого, это им на руку, им надо, они преподносят любое слово, сказанное у нас, своему народу, что вот Россия нас заметила, она наш враг, вот видите, как они реагируют, что они предлагают. Тут нельзя не реагировать и очень реагировать тоже как не стоит. Ну ясно, вы выступаете за какие-то умеренные действия? Я за умные действия выступаю, за умные действия, если на самом деле удастся получить хотя бы часть этих памятников, то можно сделать потрясающую вещь, можно сделать их установку одновременно, но в разных регионах, назвать это символическими похоронами 600 тысяч солдат. Понимаете, это совсем другое. Вот один из памятников поставить там напротив посольства, напротив гостела на Малой Грузинской. Ну да, это конечно был такой психологически верный шаг. Это очень сильная вещь. Поверьте, я очень хорошо знаю Польшу, знаю, что если кричать, а вот вы наших, они только радуются. Вот одна из малоизвестных страниц, тоже нашей истории, это 20-е и 30-е годы, когда Западная Украина и Западная Белоруссия находились в составе польского государства. Насколько я знаю, вы имеете что рассказать по поводу того положения, в котором тогда находилась православная церковь на этих территориях. Вот может вы как-то сразу подробнее? После независимости, после окончания советско-польской войны, когда Польша в конечном итоге победила большевистскую Россию, был заключен мирный приговор рижский, то начались жесткие притеснения православных белорусов, украинцев, русских. Очень жесткие. Казалось бы, победили большевиков причем-то православные храмы, но их сносили, сжигались деревянные массово, их закрыты были сотни. Венцом этого стало взрыв. собора Александра Невского в Варшаве, в центре Варшавы. Это очень пафосное место, там могила неизвестного солдата, сейчас называется площадь Пилсудского, там памятник Пилсудского рядом, крест, где была первая месса, Яна Павла II, как стал папой римским. Там стоял огромный собор, работа Александра Бенуа. Это, на мой взгляд, одно из величайших творений русского искусства. Потрясающе в неорусском стиле построено, огромный, объемный. Когда немцы пришли в Варшаву в 1915 году, во время Первой мировой войны захватили Варшаву, в состав Российского государства, то они переосветили собор. Все это все наши зрители могут в Википедии набрать собор Александра Лениевского Варшава. Очень просто, проще ничего не бывает. Откройте Википедию. Там в деталях все написано. Переосветили собор, поставили лавки, сделали его протестантским, лютеранским, но не разрушали. Во второй половине 20-х годов по народной подписке был объявлен сбор средств на взрыв собора. Взрывали его 10 тысяч раз. То есть взрывали микровзрывы были сверху вниз по метру. вот по метру взрывали, чтобы не было большой взрывной волны и в округе все кварталы красивых домов не полетели. это продолжалось почти два года. Почти два года незначительные протесты были несколько сенаторов польских, которые представляли восточные земли, Белосток и были православными. Мало того, тогда был совершен акт государственного мародерства. Государственного мародерства, когда яшмовые колонны этого собора, колонны из яшмы, подаренные собору и стоявшие в алтаре Николаем Вторым, были выдраны и ныне украшают могилу Пелосуцкого на Вавле в Краколе. То есть в голове не укладывается. Но это не все. Тогда же удалось спасти часть мозаик собора, работы Нестерова, Васнецова, других великих русских художников. И когда прекратилась эта практика гонений на православную церковь, в 30-е годы перед самой войной в Барановичах ныне в Белоруссии была построена Покровская церковь, она сейчас действующая, где были установлены эти спасенные фрагменты мозаики работы художников. Такая политика продолжалась долго. В частности Почаево-Успенская лавра это Тернопольская область на Украине сейчас, то есть одна из четырех, ну сейчас их пять, лавр на Руси было очень сильное давление, чтобы ее передать Тюниатом или вообще католической церкви. И вот руководство церковное Польской Православной Церкви удалось ценой невероятных усилий, огромной дипломатии тонкой, апеллируя к чувствам властей, что ж вы, мы же не большевики, мы же не коммунисты, что же монасты давите, травите и так далее. И большая поддержка населения, так она и осталась православной. Потом, слава Богу, и Сталин ее не закрыл, даже Хрущев не закрыл. Сейчас она находится в Тернопольской улице на Украине, это оплот русского православия, московского патриархата, несмотря на всех бандеровцев вместе взятых. Но такая политика была, есть изданы книги о гонениях на православие в Польше в 20-30-е годы. Эти земли Западной Украины, Белоруссии, они усиленно полонизировались. Там прислались так называемые осадники, которые приезжали и колонизировали эти земли, естественно, притесняя местное население. И когда случилась волынская резня, в частности, мстили полякам и за это, за все притеснения. И фильм «Волынь», который сняли, он такой выразительно такой антибандеровский, антиукраинский, при этом он и антисемитский, то есть за пределами, просто я ничего подобного не видел. И антироссийский, естественно. Потом оказывается, что то есть звери все. Потом оказывается, что поляки тоже и даже в таком фильме не показали. А почему же она прекратилась, эта резня? Само собой, что ли с неба освобождение свалилось? Ни слова, что прекратилась только потому, что там вошла Красная Армия и спасла остатки, кто там был в поляках. И много-много таких вещей, которые замалчиваются, вычеркиваются из истории, и история переписывается, переписывается, и каждый раз убираются детали, частности, целые периоды пропадают, чтобы было просто вот, как в Америке, bad boys, good boys, черно-белая история. Ничего это делается, объявляется Польша жертвой тоталитарных двух режимов, то есть жертвой и Германии, фашистской, и коммунистического Советского Союза. Это неспроста делается. Делается это, и Трамп подтвердил это полностью в своей речи в Варшаве недавно. Ну, понятное дело, что писал ему кто-то из задержимых националистов поляков речь. Делается это для того, чтобы объявить поляков самым преследуемым, самым пострадавшим, самым жертвенным народом Европы. Вот для чего это делается. Для того, чтобы потом, когда это видение будет навязано Европе мирово-общественному мнению, европейскому, после этого трагедия, всеми подтвержденная, значит, что надо с ней делать? Ее надо монетизировать, превратить в звонкие монеты. Так же, как с Катынью было. польские власти не устраивало то, что российская власть устами трех президентов и Ельцина, и Медведева, и Путина несколько решений Государственной Думы объявила Катынскую трагедию военным преступлением, совершенным сталинским режимом. Их это не устраивает, им это не нужно. Им важно, чтобы это было объявлено геноцидом, что убивали поляков за то, что они поляки. Потому что военное преступление, ну, военное преступление, ну, да, провели слезы, поставили свечки, мемориал, есть, есть, находится в идеальном состоянии. Я бы просто всех призывал поехать посмотреть. Это очень достойное место. Тут польская часть, тут захоронены наши жертвы, которых убивали в Смоленске, охоронили тайно там. Очень все достойно сделано. Но им-то не важно, им-то это не нужно. А если это геноцид, тогда можно выкатить финансовые претензии. Так вот и история с этим 50-летним тоталитаризмом на польской земле сделана для того, чтобы поляков выдвинули на первое место. Но первое место уже занято. Первое место на самый пострадавший народ, любой сразу скажет, это евреи. И полякам не вдомек, что это не мы их не пускаем на это место. Это естественно Израиль, еврейское лобби в разных странах, их не пустят на это место. Не пустят и делиться с ними не захотят. Это место твердо занято уже. Туда пустили еще армян. Вот с геноцидом армянского народа больше никого не пустят. Украинские власти думают, что на хвосте у польских властей они тоже вот скажут, мы бедные несчастные украинцы нас там всю жизнь гнобили. И на этом выстроена вся государственная политика. Если в нынешней России мы говорим, что были разные периоды в нашей истории, но мы народ победитель. Как бы там ни было, все равно нас никто не сломил. Если бы не внутренний раздор, это не было и смут, как в 612 году или в 917. Все, это наши внутренние разборки. Были вопрос закрыт, мы народ победитель. Там нет, там навязывается видение молодежи с молодых ногтей мартирологии. Жертвенность, трагедия, смерть, убийство, нас гнобили. И в итоге вырастает поколение фрустрированное. То есть абсолютная фрустрация. Молодые люди в большинстве своем подавляющем, у них цель свалить в Англию, Великобританию особенно. Там только официально находится больше миллиона поляр. В Англии второй язык в Ирландии то же самое. Германия, Голландия, Швеция и так далее, и так далее. По всему миру. Уже есть профессия такая, когда полька молодая приезжает в Англию работать, там беременеет, получает, рожает, получает пособие от Великобритании, возвращается в Польшу, в свою деревню, Гадюкино, и тихо на эти деньги живет. их десятки тысяч таких. Понимаете, и в условиях фрустрации такое поколение вырастает. То есть, получается, поляки осознанно или неосознанно вредят сами себе такой политикой. естественно, власти. Понимаете, они настолько обуины русофобией, что и навязывают постоянно людям. Люди далеко не все это хотят. Но, к сожалению, эта пропаганда срабатывает. То есть, на бытовом уровне растет русофобия, чего не было до самого последнего времени. далеко не все оболваниями. Я ежедневно просматриваю форумы польские, ведущие форумы. Там по комментариям, по лайкам видно, что нашу позицию российскую поддерживает подавляющее большинство поляков. Подавляющее. 80-90%. Включая там Браво Россия, Браво Путин. Масса знакомых, которые категорически с этим не согласны. Ну и последний вопрос от нашего читателя. Вы частично ответили на него вначале, когда говорили, что дело не в декоммунизации, но может быть как-то еще по-новому. Россия сама много лет проводит у себя декоммунизацию. Дескать, чего же мы требуем тогда от других стран, когда возмущаемся? Во-первых, там не проводят декоммунизации, там ее нет. Там идет антироссийская истерия. Там никакой декоммунизации. То, что у нас проводится, у нас вообще-то по-моему за одним исключением все памяти Ленина стоят. У нас 10-12 тысяч улиц Ленина. Какая декоммунизация? Это просто ложь. То, что он пишет. Это просто ложь. Никакой у нас с трудом, с огромным удается кое-где вернуть исторические названия улиц, городов. Никакой декоммунизации нет. У нас если приедешь в любой провинциальный город, везде там улица Советская, Революционная, Кирова, Свердлова, Улинского и прочих, Люксембург. И от них не отделаться никак. Какая декоммунизация? Это просто неправда. Я благодарю вас за интересный разговор. Сегодня у нас в гостях был политолог, директор Российско-Польского Центра Диалога и Согласия Юрий Бондаренко. Всего доброго. Спасибо, до свидания.